вы чё я я ж только ваткой со спиртом протёр извините просто я очень уколом боюсь расслабьтесь все расслабьтесь послушайте если вы будете так дергаться будет еще больней а так все-таки больно будет да все-таки будет больно я понял одну секунду яночка зайдите пожалуйста ко мне здравствуйте вызывали да видите ли у нас пациент очень боится уколов не можем анализ взять где у вас бинты бинты у нас он там на самой нижней полке вот да у вас всех да мне просто нужно идти у нас там операция по удалению аппендицита делаем без наркоза видите а вы говорили что вы таким как я не место в медицине забираю свои слова назад хорошего дня мужчина вы кстати тоже можете идти анализ по уже как вот так уже да ой послушайте а стопроцентный результат подает один анализ задействие откровенно то иногда нет конечно но для этого и делают повторные анализы а давайте сделаем сразу восемь повторных анализа вы уверены конечно нужно нужно же убедиться быть уверенным ну смотрите с понедельника есть на всю неделю могу согласен хорошо каждую записи вот я а единственно там у нас я ныне будет и не выходные с ней и сменщик выходит федор ильич а что так вы согласны да ну конечно ну все тогда ждем вас понедельник дышите не дышите не дышите не дышите дышите не дышите ну все в порядке слава богу марусенька запишите александр михайлович а завтра ко мне на прием как как завтра почему завтра но если у вас не получится завтра приходите сегодня вечером слушайте слушать и я к вам за два дня уже шесть раз пришел вы понимаете зачем так часто ходить то молодой человек вы бы вместо возмущения сказали бы спасибо что я заботюсь о вашем здоровье не не ну оно то вам спасибо доктор конечно ну дело в том что я здоров у меня ничего не болит я просто пришел на профосмотр хожусь теперь сюда уже как на работу честное слово вот именно это все ради вашего же блага ради профилактики представьте у вас что-то заболела а вы уже у меня на прием про маркович на завтра все расписано нет свободного окошка я записала вас на сегодня на 1830 это ради вашего блага я надеюсь у вас получится я понял хорошо спасибо доктор заходите приходите да не опаздывайте у меня плотный график я понял счастлива не болеется абрам маркович а я бы тоже не пойму зачем вы людей по пять раз в день вызываете милочка моя по-другому простой терапевт на ренджовер не заработает так у нас же прием бесплатный прием то бесплатный а вот бахилы они то всегда платные вы хотите сказать что вы на одних бахилах на ренджовер заработали ну почему же на одних на рецептах тоже это как у меня договор с аптекой простой рецепт обычным неразборчивым почерком бесплатно а разборчивым 100 гривен и мне выгода получается я тоже могу зарабатывать обычный укол бесплатно а вот такой чтобы не больно пожалуйста платите 50 гривен марусенька я всегда подозревал что у вас есть наши корни напомните вашу фамилию грецук 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 так вот он и корень какой цук цукерман цукерберг следующий проходите ну вот женщина которая попала в аварию и возможно это и есть ваша жена это кажется моя сейчас посмотрим ну точно моя вот же значок даже от мерседеса на лбу остался это мы просто учились тормозить и она сами понимаете видимо плохо учили ну какой ученик и теперь у нее пропала память как пропала вообще абсолютно хочу сделать это ну есть один новый способ смотрите нужно ей напомнить о каких-то крупных событиях вашей семейной жизни все секундочку я нусь привет я твой муж кто что замужем вообще меня не узнает а вы попробуйте что-нибудь вспомнить какую-нибудь покупку янчка янчка а помнишь я в прошлом году подарил тебе стиральную машинку на 6 тысяч оборотов автослив авторежим она не помнит ну попробуйте тогда что-то крупнее крупнее холодильник по цене ячка помнишь у нас эти пять лет назад купил шубу ну как шубу полушубок а три года назад мы с тобой в париж ездили помнишь яночка а хочешь мы вот сейчас прям пойдем и купим тебе шубу и в париж не поедем а полетим хочешь да и я тебе еще куплю одиннадцатый айфона новые самые цветы тебе это я это я муж твой муж я не за что только теперь бегите в магазин покупайте все эти айфон цветы путевки и тогда зачем все же сработало все нормально вспомнила меня нет но нужно закрепить память иначе она пропадет навсегда а серьезно да ну хорошо сейчас жди еще все это все все будет хорошо и меня еще запомнишь спасибо доктор реально крутой метод он даже не вспомнил о разбитой машине это моя работа возвращать людям память возвращать мужьям память чтобы они заботились и баловали своих жен всего хорошего не знаю как вы а я за эту медицинскую реформу обеими руками за класс о судя по всему ваш единомышленник пришел кристи проходить садись первый раз такой а кто за то чтобы врачам подняли зарплату единогласно кто за чтобы врачам дали дополнительный выходной люди на глаз кто за то чтобы у врачей было 11 месяцев отпуска а кто за то чтобы веку отпустить домой с работы я против демократии давайте делом заниматься что у вас случилось доктор понимаете я просто хотел сделать жене приятное а и вместо того чтобы прибить полочку вы решили ее держать руки затекли да нет я виагру принял понимаете она вместо того чтобы подействовать там вот на руки дало сужденному радоваться надо тоже если она также на ноги подействовал вы к нам как собака пока в руке ехали смешно доктор помогите руки опустить не могу я не в лифте кнопку нажать не могу не не в туалет сходить не надо было налегать на эти виагровские штуки может какую-то таблеточку дадите она отменит действие этой таблеточки а ладно давайте таблетку успокоительного я подкину ты поймаешь какая горькая ухти хрена себя как быстро подействовал метаболизм какой ой что такое доктор можно мне еще одну таблеточку какую-нибудь другую потому что у вас туалет по ходу в конце коридора я боюсь давайте 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 быстрее аккуратно новое кресло ну что да это метаболизма да отпустила ой что такое ой что живот прошел а голова теперь раскалывается хрена си аналдин аналдин ой что по-моему аналдин сейчас подействовал так как должна была подействовать и агро тем более вы везунчик аналдин гораздо дешевле виагры так что давайте спасибо доктор хорошего вечера вам ой да только бы добежать успеть ой мне кажется я ему не аналдин дала вы чё сделали вы чё сделали это я таблетки для кота покупал чтобы он не выл ну по крайней мере он не будет теперь быть мужик может выйти не будет то то теперь он будет себе вылизывать ставишь говорит увеличить мне грудь но я увеличил а она на меня орёт а знаешь что орёт потому что грудь такая как у танки понимаешь подожди ты же танки не вот я же ей так и сказал она на меня орать еще больше я говорю слушай ну давай я я сделаю грудь такую как у ленки смешно тебе смешно ну правда она наверно не смеялась она вообще не смеялась орала еще больше понимаешь а недавно говорит мне слушай а давай мне сделаем липосакцию подожди вы же месяц назад только я про это и говорю нельзя так делать часто липосакции она опять давай орать на меня вот такая башка уже вот чё чё бабы орут а объяснить ну узнаешь у меня была одна медсестра вот она да слушай не ну подожди я сейчас не про секс вообще а недавно заявляет мне мы мол с тобой никуда не летаем как вы же неделю назад из круиза вернули да ну тоже мы не летели оплыли понимаешь а ее не волнует то что этот круиз стоит так что можно было маленький самолетик купить смысле что билетом на горы и стоит как самолет то нет наш круизе яхту купили зачем нужно было в аренду взять так мы взяли ее в аренду просто кое-кто говорит давай я покажу как надо правильно я кто к пирсу парковать блин там блин весь причал ржал с этого еще и на телефон это все снимали и в интернет повыкладывали этот ролик орущая дура жена на мужа разбивает яхту а причалы это про вас да это про нас да блины чего-то рать ночью орать все время ну знаешь как говорится чтобы жена не орала на мужа днем нужно чтобы она орала ночью она и ночью орет ну вот хоть какая-то компенсация да я сейчас вообще не про секс просто орет понимаешь все и не устраивает то круто велич то уменьшает то губы поменяет то нос исправь то и ходить не в чем-то и летать некуда то и ездить не на чем-то ей нечем пахнуть понимаешь постоянно какие-то были неудобства все и не нравится понятно орет и орет теперь я тебе понял так ну все ну как тебе нравится ты знаешь мне кажется немножко переборщили а мне нравится ну посмотри ну не знаю любимая просыпаемся но или красота как себя чувствуете вообще звук одет не волнуйся не волнуйся так желудок мы тебя тоже меньше сделали так что будем через нос тебя кормить а что-то в этом есть да симпатично даже как конечно сексе на одну опцию меньше стало но это не страшно не чувствую не страшно красота ну вот и хорошо уже доктор что с ним он в коме нет успокойтесь он просто спит мы ему дали снотворное и он отдыхает знаете ваш муж в рубашке родился да упасть с такой высоты на стройке в кучу строительного мусора и ни одного перелома не ушиба просто пару царапин представляете слава богу слава богу да ну ладно вы наверное хотите с ним а быть да спасибо ну давайте я скоро приду спасибо большое зайка любимый ты как солнышко где кто солнышко это я это ты даже катюшка моя привет любимая давай катюшенька быстрее поцелуй меня пока моя жена я она не пришла да давай да поцелуй это мэмра не пришла жена моя давай это же надо какая судьба у человека упасть такой высоты и ничего а тут с кушетки упал и 18 переломов с кушетки упал да 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 он просто я тянулся хотел любимую жену поцеловать и не такой неаккуратный предыдущий раз меня катя назовешь я тебя с девятого этажа сброшу а люблю тебя солнышко здравствуйте вы очнулись вы не переживайте все хорошо вы в больнице альберт леонидович вас прооперировал собрал все вам косточки так что через месяц можете уже ходить что со мной случилось а вы не помните я помню только я ехал в поезде а потом ничего не помню вот там с вами это и случилось что кто-то дернул стоп кран я упал с верхней полки нет а произошла катастрофа пояса шел сельс хуже вы не сдали полотенчика но вы просто когда сдавали белье вы не сдали полотенчика тем самым очень расстроили проводницу но все уже хорошо вы почти здоровы кстати к вам там посетитель я сейчас позову жена дети проходите пожалуйста когда-то не надо нет 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 я не убивайте я прошу вас что вы что вы я пришла извиниться простите пожалуйста я нашла то самое полотенечко которое я подумала вы украли она просто закрутилась и попала в наволочку и я не сразу нашла я говорил вам и в качестве извинения я принесла вам вот вафельки спасибо не надо вафельки вы потом можете их скушать с чаем я я просто положу вам вашу сумочку что это я не знаю это я ничего не крал я не так воспитан вы что это именно это говорил один пассажир какой пассажир почему почему говорил кто-то которым я сейчас ничего не скажу потому что о нем хорошо либо ничего на троих смысл зая зая ну можно еще пожалуйста одно платьишко эта фраза была три платьюшка назад ну зая я прошу прощения что прерываю на что жалуетесь ой вы знаете новая коллекция это просто кошмар вот приходится через силу все покупать мне покупать я повторюсь на что жалуетесь здесь хуй сейчас короче куча скидок а зая скупердяя я так понял у за и проблемы с капустой да я надеюсь у за и с морковкой все в порядке я по этой части фу-фу-фу в смысле а то есть это проблема в тебе то есть поэтому мы здесь я кажется понял в ком проблема поэтому девушка присаживайтесь пожалуйста на на кушетку разберите покупочки а мы показ с вашим мужем поговорим ну рассказывайте милок чего все началось раньше она делала это только по пятнице и до только с подружками потом начала по выходным тоже подкупать шмотки складывать их в стопочки потом стопка за стопкой стопка за стопкой все она теперь это делает каждый день и сама понимаете акциями злоупотребляет постоянно она как видит слова акция бежит в магазин даже если так акция на кирпич градус покупок снижает это как но после бутиков в секунды заглядывая бывает бывает по утрам руки трясутся если не подкупила что-нибудь да не только руки она вся трясется а потом от количества купленного тошнит в основном меня ну что ж так острая скидка зависимость шмотка недостаточность и акционный синдром молодой человек вашей жены хронический шопоголизм она шопоголик я не шопоголик вот так милочка говорят все начинающие шопоголики да надо признать болезнь чтобы начать ее лечить так я здесь выпишу вам лекарства это все есть в нашей аптеке внизу так смотрите это принимаете до магазина это во время это после меня пожалуйста спасибо доктор спасибо а в рецепт не напишешь да конечно ну пожалуйста желаю скорейшего выздоровления удачи удачи пойдем несмотря на милая личка шопоголичка давай давай доктор вы что наделали смотря когда я постоянно что то делаю когда дали моей жене таблетки от шопоголизма а что случилось мне помогло она продолжает бегать по бутикам хуже только стала полюбуйтесь покажи покажи вот эти ноги вот она теперь ни одной аптеке не пропускает ни одной смотрите какая красота зая ну что ты так нервничаешь хочешь я пойду тебе таблетки успокоительные куплю не надо никуда ходить в прошлый раз когда она пошла купила 8 пар костылей да классно так они такие блин а что это у вас такое где вот это панэндоскоп а он для чего что чтобы лучше слышать будешь там надо это купить ты же все время говоришь что я тебя не слышу а это тогда что а а а ну да то есть я тебя уже слышу круто а вот эти синие таблетки тебе зачем это под мои красивые глаза а от геморроя таблетки тебе зачем ну как это Ленке муж купил а я что хуже о кстати доктор а это она вам купила мне да нет это скорее всего ошибка никакой ошибки говорит под цвет глаз вам подойдет примерим давайте а примерим доктора за ваше лекарство из-за которого я теперь два раза больше плачу вы знаете какая у нас медицина дорогая вы что у нас лекарства дорогие а на троих в ЖЭКе эти уроды работают в политике одни козлы а в маршрутке даже по льготному проехать не могу не пускают здрасте доктор здрасте что вызывали меня прям с это с маршрута сняли говорят тут что-то случилось такое я там к вам так бежал чуть собственная маршрутка не сбила а если бы сбила вы бы быстрее добрались в смысле ну вас бы скорая привезла тогда а смешно спасибо на самом деле не я вас просил прийти а вот Клавдия Семеновна кто такая Клавдия Семеновна не знаю никакой Клавдия Семеновна вот эта седая женщина что лежит это Клавдия Семеновна а это это карга старая вечно мне тычет пенсионная чтоб на шару проехать в маршруте ну тихо 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 ну чё 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 тихо касса слушай умираю я старая я а у меня к тебе последняя просьба есть какая дед мой грешником был ну наверное в ад попал ну и а я за всю жизнь ни разу не согрешила дура наверное дура отправлюся а деда хочется хоть глазком увидеть один раз а давай согрешим м разок чё 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 не хватало чё нет ну хоть ну хоть погладь бабушку нет не буду ну поцелуй да не буду я вас целовать делать мне нечего ну послушайте это последняя просьба вот тебе надо ты и целуй так всё до свидания ну ладно стой 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 что ну пошутила я хе-хе-хе слушай у меня правда никого нет одна я а есть четырёхкомнатная квартира в центре и что вот я и подумала хочешь она к твоей станет так с этого и надо было начинать бабуль что делать там надо да да не 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 надо уже перегорела я а подпиши и всё жалко мне тебя стало ездишь всю жизнь на этой маршрутке это да это вообще я просто устал вот конкретно туда сюда давай вот тут и что просто подписать и всё и квартира твоя а да так конечно вопросов нет вот здесь давайте здесь ага всё пожалуйста давайте ключи ну вот а ты говорил что никогда я не расплачусь с этой ипотекой и что мои внуки будут за нее платить какая ипотека подождите не понял я а которую это и только что на себя оформил лошаро сейчас ты до конца жизни будешь в твоей маршрутке на комнату зарабатывать э-Э-Э подожди НЕЕТ это же мошенничества получается я не хотел этого а вон и доктор свидетель а бабуля ну вообще-то я нотариус а по совместительность внук этой прекрасной женщине бабушка ну что алло да это я какой банк смысле давно квартира как бы вроде как есть да не подождите я квартиру только получила ипотеку я не получал смысле коллекторы выехали подождите так я извиняюсь до свидания мне срочно надо в румынию до свидания до свидания не знаю как вы а я за эту медицинскую реформу обеими руками за класс о судя по всему ваш единомышленник пришел проходить кто за то чтобы врачам подняли зарплату единогласно кто за чтобы врачам дали дополнительно выходной единогласно кто за то чтобы у врачей было одиннадцать месяцев отпуска а кто за то чтобы веку отпустить домой с работы я против никакой демократии давайте делом заниматься что у вас случилось доктор понимаете я просто хотел сделать жене приятное а и вместо того чтобы прибить полочку вы решили ее держать и руки затекли да нет я виагру принял понимаете она вместо того чтобы подействовать там она вот на руки дало суждено вам радоваться надо то что если она также на ноги подействовал вы к нам как собака пока в руки опустить не могу я не в лифте кнопку нажать не могу не не в туалет сходить не надо было налегать на идея миагровские штуки может какую-то таблеточку дадите она отменит действие этой таблеточки а ладно давайте таблетку успокоительного какая горькая ухти хрена себя как быстро подействовал метаболизм какой ой что такое доктор можно мне еще одну таблеточку какую-нибудь другую потому что у вас туалет по ходу в конце коридора я бы боюсь не успеть давайте 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 быстрее аккуратно новое кресло ну что да это метаболизм а допустила ой что такое ой что живот прошел голова теперь раскалывается хрена си аналоги нам аналоги ну что по моему аналгин сейчас подействовал так как должна была подействовать и agro так бегите быстрее к жене да тем более вы везунчик аналгин гораздо дешевле виагры так что давайте спасибо доктор да хорошего вечера вам ой да только бы добежать успеть ой мне кажется я ему не анальгин дала вы чё сделали вы чё сделали это я таблетки для кота покупал чтобы он не выл ну по крайней мере он не будет теперь выйти мужик может выйти не будет то что теперь он будет себе вылизывать